Практически в каждом кладе есть несколько фальшивых монет. Есть клады без фальшивых монет, но это обычно редкость. Самое раннее найденное на территории Беларуси поделки датируется первым и вторым веком до нашей эры. Свои деньги на наших землях не чеканили вплоть до 15 века, зато не было ограничений похождению чужой монеты. Благодаря торговле на наши территории попадали сперва римские динарии, потом арабские дирхамы, позже пражские гроши и европейские талии. А с ними и фальшивки. Причем сперва монеты подделывают не для наживы, а для красоты, как украшения. Их называли имитацией. Это очень редкая монета. Это имитация ауреуса императора Проба, который используется в качестве украшения. В Беларуси это единственная находка. Ауреус это довольно редкая римская золотая монета. В данном случае она изготовлена из меди, либо медного сплава и покрыта тонким слоем золота. Местные большевомонетчики заявились о Великом княжестве Литовском. Подделывали как чужую монету, так и свою. Нехитрая технология не менялась веками и не требовала больших вложений. А вот и орудие труда большевомонетчика. Эти приспособления нашли на хуторе в Мядельском районе. С их помощью в 20-30-х годах прошлого века изготавливали польские злотые. Западная Беларусь тогда находилась под Польшей. На приграничных с Советской Россией территорий процветала контрабанда и фальшивомонетничество. Брался фрагмент алюминия тонкого. Туда ложилась монета, после чего отбивался аверс, либо реверс с молотком. И аналогично отбивалась зеркальная часть монеты, после чего две эти матрицы состыковывались. В них заливался, например, свинец. И получалось отливок монеты, которые надо было немного доработать, убрать следы литья, покрыть драгоценным металлом. И после чего он мог попасть уже в денежное обращение. Но и выявляли такие подделки легко. Тонкие монеты определяли на зуб. Золото гнулось и подделка ломалась. Или делали отверстие и смотрели, какой металл внутри. На выставке представлены такие дырявые деньги. О пощаду фальшивомонетчики не знали. В средневековой Германии их варили в масле. В Англии отрубали руки. В отдельных русских княжествах поддельные монеты расплавляли и заливали в горло фальшивомонетчику. В Китае изготовление подделок приравнивалось к государственной измене. И преступника казнили медленно и изощренно, срезая сами кожу и мясо. В Ликвом княжестве Литовском на фоне всех этих законодательств было относительно гуманно. Согласно статуту, 2-му, 1566-го, потом 3-го, 1588-го, фальшивомонетчиков попросту сжигали живьем. Но там была такая пометка «безлитости». Что это могло означать? Например, при сожжении человеку можно было положить мокрые дрова, и он попросту задыхался от дыма до того момента, как огонь до него допирался. Во времена Петра I казнь заменили ссылкой. В 20 веке наказание стало более гуманным. В основном это длительное тюремное заключение. Надежда Цверкова, Вадим Карпович, Наше утро.